Ну что, друзья, всем привет! Охренели, да? У нас новое видео. А новое видео связано с тем, что мы сейчас будем собирать вот этот вот гриль MasterTouch Premium. Потому что не так давно мы готовили на нашем маленьком старом оригинале, в 47-м, и нам стало его мало, потому что неудобно было готовить сразу много всего. А теперь мы будем и коптить, все, короче, делать в больших объемах. Сейчас соберу и покажу. Вот он, жароотсекатель, из-за чего все это и заварилось. Вот то самое кольцо, которое идет с MasterTouch Premium жароотсекатель. Благодаря ему можно готовить на всей решетке, на всей решетке 57 сантиметров в зоне непрямого жара. И мы сегодня будем коптить ребрышки. Наверное, вам не интересно будет, как я буду сейчас его собирать. Куча обзоров этого гриля вы можете найти в YouTube. Сейчас я его соберу и готовый вам покажу. Как всегда, когда мы снимаем, у нас везде шум, что в гараже, что на даче. И слышите, кто-то что-то делает, непонятно. То ли копает, то ли, не знаю, срывает что-то, что-то какие-то звуки. В общем, я собрал, смотрите, вот этот красавец. Вот такой он большой, съемное центральное кольцо у этого гриля. Боковые створки открываются для поддачи угля. Щипы можно насыпать. Вот те самые лотки, которые будут стоять внутри, на нижней решетке. Сейчас мы сразу гриль будем подготавливать к копчению. Еще не раскрыли только центральное кольцо. Первая часть от коптильни, от вот этого жароотсекателя. Сейчас мы его установим. А, сейчас мы еще будем коптить вот на маленьком гриле. Вот вы посмотрите, да, какая большая разница, насколько этот гриль больше, чем этот. Большая разница. Этот гриль служил нам верой и правдой в течение трех лет. И ему абсолютно ничего не было. Абсолютно ничего. Это наш такой хороший, добротный гриль. Или его отмыть надо только, а то он даже потяжелел от того, что это, жира у него много здесь. Вон налет какой. Он прям как будто это, проклеенный. И вот наш теперь новенький. Мастер тач премиум. Ну что, приступим к готовке. Сегодня первым мы сделаем холодное копчение. Вот такая привлуда. Мы ее заказали на Алиэкспрессе. Это что-то типа аналог вебера, улитки такой холодного копчения. Вот сюда ставится свеча. Засыпаем опилки. Опилки будем использовать веберовские, бук, бук. Что мы будем коптить? По технологии копчения лучше, конечно, засаливать подольше, чем мы сделали. Но поскольку мы ограничены во времени, мы будем сегодня коптить куриную грудку. То есть делать типа пастрома. Вот. Мы ее засыпали солью. Да это, наверное, часа два прошло все-таки. Мы думали на час, но лучше надо это делать на дольшее время. Засыпали солью, обмакнули бумажкой. Сейчас вот так выложим отдельно поддон. Еще приправим ее специями. Для того, чтобы это было не просто у нас холодное копчение, а еще ароматы специи. Я сделал это рап. Но это не то, что вот это рап. Он у меня кончился. Я просто ее использую как вот такую насыпалку. Здесь соль, перец, чуть-чуть сахара есть. Чуть-чуть, по-моему, копченой паприки. И что-то я еще добавил. Гранулированный чеснок, что ли, что-то. Да, это я делал для ребрышек, но ребрышки мы еще будем делать. И вот так вот все это присыпаем, переворачиваем, делаем то же самое с другой стороны. Я не знаю, сколько будет у нас коптиться вот на этой штуке, на новой. Но будем смотреть. Я хотел бы выдержать часа точно три минимум, чтобы это у нас подкоптилось. Вот так вот. Она засаленная полностью и плюс еще приправленная. Ну, представьте, пастрома такая будет очень хорошо сегодня к вечеру. Первый раз так делаем. Ну, попробуем. В следующий раз, если что, можно делать будет гораздо больше. Я купил две пачки. Это одна пачка или две уже? Одна. Одна. Потому что вторая пачка у нас еще есть. Сейчас засыпем наши опилки. Вот открыли опилки. Посмотрите, какая-то фракция. Она очень-очень мелкая. Сейчас мы засыпем все вот сюда. Специально поставил поддон, чтобы не просыпать драгоценное. Засыпаем и разравниваем. И чтобы перегородки были открыты. Вот так вот. Слушай, Маша, ты представляешь, как это будет бомбочно? Я в предвкушении. Просто ту пастрому, которую мы покупаем, а это пастрома, которая приносит удовольствие при готовке. И еще вдобавок она гораздо полезнее. Там же мы не знаем, какое копчение. Вот засыпем сейчас ее полную. Посмотрим, насколько это получается у нас первый тест-драйв ее. Этой коптилочки. Блядеть, завели сразу. Вот как только ты начинаешь снимать, сразу начинает тут шуметь. Самое главное, все перегородки вот так вот, чтобы не было никакого нахлеста. Чтобы через перегородки не пошло пламя. Не пламя, а тление получается. Вот такие вот опилочки у нас получаются. Главное не чихнуть. А-а-а! Чих! И вот сколько просыпалось чуть-чуть. Сначала мы пойдем туда, вот сюда вот. Зажгем свечку. Порядом с этим грилем так он маленький смотрится. Будем коптить в маленьком, потому что в большом мы сейчас будем делать ребрышки. Какие спички сухие. Дима, у тебя осталась одна спичка. Одна попытка. Ну вот как бы. И она сейчас будет тлеть. А свечку надо тушить? Сейчас пока пламя будет гореть и не запалится вот этот край и не пойдет дымок. Тогда мы свечку потом уберем. Сейчас свечку убирать не надо и крышку закрывать тоже не надо. Дим, что делаешь? Да эта свечка сразу уже херня. Потому что она не достает, ай, не достает даже вот до опилок. Да. И поэтому я решил положить вот сюда вот рожек веберовский. Половинку сюда сейчас поставил. Теперь надо его как-то зажечь. Все, он загорелся. Вот сейчас как опилки будут подпаливаться, зашибись будет. Огонь, ёпта! Добытчик огня. Обжег себя пять раз и порезался один раз, пока собирал гриль. А вот она типа горит. Я почему это убрал сейчас сухое горючее? Потому что я подумал, что смотри, сбоку начало, видишь тоже, на бок. Я поэтому убрал. Ну как бы вот оно тлеет. Я думаю, что можно ставить. Сейчас оно потухнет. Вот, видишь, потухло. Все, 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 да. Ставим. Смотри, какой дым. Ты представляешь, это будет в течение там очень большого количества времени. Знаешь, как хочу? Давай вот сюда поставлю, вбок, да? А почему вбок? Ну, температура, чтобы была там. А сюда мы заложим. В любом случае она будет очень хорошо циркулировать. Вот так вот. Даже непривычно, что ты выкладываешь что-то на гриль, а ничего не шутит. Ну, холодное копчение, вот оно тебе холодное. Вот так вот все. Надо еще снять в инстаграм, в сториз. Процесс запущен. Коптилка коптит, холодное копчение начинается. Закрываем крышку. Пробую в первый раз. Поэтому, по моему личному опыту, я думаю, что нужно прикрыть будет верхнюю заслонку чутка. Вот так вот. Нижнюю я оставляю открытым. Хотя, вроде бы, надо все закрывать. Чуть-чуть прикрою нижнюю. Чутка оставлю. Вход. И вот так вот. Посмотрим, через часик там как-то не затухло, нет? Но таймер я ставлю. Время 16.45. Ночью попробуем. Я не знаю, что. Секундомер ставить? Секундомер, сколько прошло, тогда буду смотреть. Ну, а что? Сейчас приступаем к ребрышку. Приступаем к копчению ребрышек. Ребра у нас будет три пластины. С одного я уже снял мембрану. Теперь снимаю со второго. Нужно аккуратно поддеть около ребра. И взять, соответственно, бумажку. Так будет легче, чтобы руки не скользили. Эту мембрану нужно снять. Она ни к чему, потому что через нее не будет проникать толком ни копчение, ни сами приправы. Потому что она вот просто мембрана непроходимая. Вот такие ребрышки будут прям хорошо. Не уронить бы. Приступаем к обсыпке ребр. Что мы делаем? Берем горчицу. Обмазываем горчицей. Ребра с двух сторон. С этой стороны. И также с этой стороны, где мы удаляли мембрану. Это, во-первых, даст хороший аромат. Во-вторых, наши специи хорошо прилипнут, которые сейчас мы будем обсыпать. Я вам покажу на одном. Соответственно, другое нужно будет делать то же самое. Мы видим, что кусочек хороший, достаточно хорошая прослойка жира и самого мяса. Обсыпаем рабом. Раб, который я говорил. Здесь копченая паприка, соль, перец, сахар, гранулированный чеснок и чуть-чуть я добавил еще чили, острого чили. Обсыпаем с двух сторон. Видите, уже не так клипает специи. Вы можете использовать свои любимые специи, но соль и молотый перец это обязательно. Вот таким макаром мы сейчас обработаем все ребра и приступим дальше уже к розжигу нашего нового гриля Master Touch Premium по особому варианту, потому что мы будем использовать кольцо для копчения. Ну вот, ребра замариновали. 20-25 минут они у нас полежат. Сейчас мы что делаем? Мы сюда засыпаем сейчас уголь. У нас остались брикеты вот такие вот, польские, большие. Мы их высыпем сейчас сюда. Ну, этого будет маловато, конечно. Сейчас мы еще добавим брикеты, которые в белом пакете. Вот так разровняем. И заодно сразу я вам покажу разницу белого пакета с углем и вот такого, польского. Такой брикет в белом пакете и какой брикет в черном пакете. Разравниваем вот так вот, чтобы они не торчали где-то, а чтобы все у нас ровно, без бугров было, для того, чтобы нам потом кольцо накрыть. Практически в один ряд, но где-то у нас уголь может чуть-чуть быть побольше. Если мерить в стартере, как говорят, что если вот такие белые, это где-то 2 третьих от пакета. Точнее, даже от стартера 2 третьих. Вот так мы раскладываем. Будем коптить вот на такой, получается, дровишках. Это вишня. Мы сами заготавливали. У нас осталось пол кубика того, как мы делали холодное копчение. Я думаю, вот его положим. И один целый. Зажигаем. И нам нужно будет, чтобы уголек вот этот вот, который рядом лежит, занялся от него. И сейчас мы разложим дрова. Положим вот так вот здесь вот дровишки, получается. Можно сейчас это выложить, а можно это выложить потом. Вот так вот выложим. Когда начнет до них доходить уголь, все это дело будет коптиться. Мы сейчас крышку не закрываем. Если мы ее сейчас закроем, у нас просто огонь весь потухнет. Минут 20 подождем, возможно поменьше. И потом уже будем наш кольцо, кольцо жароотсекательное закладывать и вставить ребрышки. Но пока ждем. Разжигается у нас. По новой методике хотим опробовать кольцо жароотсекательное. Где мы снимаем всегда шумно. Поэтому мы снимаем везде, где шумно. Сейчас у нас уже уголек занялся и будет расходиться по бокам. Это отлично. Задача у нас сохранить диффузер защитный. Который для копчения нужен защитный экран. Жароотсекатель. Сохранить его в более-менее приглядном виде, чтобы не капало на него. Мы сейчас его закроем фольгой. Ну что, кладем жароотсекатель. Ставим сюда поддон с водой. Под эти ребра. И сейчас мы туда ищем, что будем заливать воду. Ставим решетку нашу. И я иду за водой. Все, заливаем сюда воду. Сейчас тепло на улице. Поэтому можно воду залить обычную. Будем потом подглядывать. Вода нужна для того, чтобы температура у нас хорошо распределялась. Не было слишком высокой температуры. И плюс влажность в гриле была. И ребрышки были посочнее. Ну, сами понимаете, когда влажность в гриле, это прям классно. Уже видно, как идет дымок. Хотя копчение такое еще обильно не началось. У нас вот такая вот решетка. А-ля Икея. Сейчас положим ее вот так вот как раз. И вот сюда три пластины лягут. Раз. Два. Вот сюда третью поставим. Ну все. Я думаю, что это будет шикарно. И закрываем сейчас гриль. И будем придерживаться температуры 100-120 градусов максимум. И ключевое самое, что мы не могли сделать в 47-м гриле, это вот такие ребра поставить, и чтобы они закрывались. И сейчас момент истины. Все закрылось. Все. Ставим нижнюю заслонку на копчение. Вот сюда вот. Это копчение. И здесь, соответственно, мы тоже чуть-чуть прикрываем. Все. На три часа мы с ними простились. И через три часа мы с ними встретимся. У нас час прошел после того, как мы поставили пуструму, которая коптится в генераторе холодного копчения на гриле 47-м оригинал. И на мастер-тач премиум у нас теперь делаются ребрышки в течение трех часов. Я доволен. Только сильно уже устал. Встречаемся через три часа. Я не знаю, конечно, насчет как пастромы будет дело обстоять. Но ребра у нас делаются при нужной температуре. 110 градусов. Прямо как доктор прописал. Лучше, конечно, запускать эти процессы с утра, когда вы приезжаете на дачу. Потому что уже время в седьмой или восьмой час уже. А у нас процесс еще идет. Да, идет. Наверное, повторюсь, то лучше заниматься этим с утра. Чтобы не так вот уже, когда темнеет, надо ехать домой, а мы ждем, пока у нас тут пастрома и ребрышки доделаются. Но сейчас мы что делаем? Мы сейчас будем... Глазировать. Да. Давайте посмотрим, что там уже за час. Ой, за час. За два часа. Два часа прошло уже. Получилось. Но... Ну, блин, смотри, жаросекатель тему делает. Скажи же. Да. Смотри, они копченые. Сейчас мы их заглазируем. И вода у нас еще есть. Вода есть как раз на часочек. Встаем ребро. Пока закроем. И будем смазывать его. Хотели, конечно, взять соус Санта-Мария, но мы его взяли. Но сейчас мы не будем использовать его в ребрышек. Я взял специальный хайн с чесночком и пряностями. Но обычно используют барбекю соус. Вы можете его использовать. Но я просто хочу сейчас так. Но вы, опять же повторюсь, делайте как вы хотите. Смазывать будем. Размазывать вот здесь вот. На обесной стороне. Да. Можно с двух сторон, но смысла не будет. Мы заглазируем его вот здесь. Все. Заглазировали. Собаки уже хотят это жрать. Слушай, ну это кайф, да? Не только собаки хотят это жрать, это еще и я жрать хочу. Согласен. Согласен. У нас тут уже студия. Мы хотим прибраться немножко и готовить здесь. Открываем. Не, кстати, мы скоро в гараж переедем. Да, мы в гараж переедем скоро. Вставляем это ребрышко. Обратно. Соглазированные. Достаем второе. Слушай, мне нужно это готовить уже на этом гриле, потому что он большой и удобный. Кайф. Ну, здесь процедура то же самое, поэтому ничего интересного. Глазируем еще раз. Итак, со вторым ребрышком. И еще отправим это дело на один час. То есть у нас будут ребрышки делаться 3 часа. Мы, надеюсь, доживем до этого момента и не уснем. Короче, ребята, прошло уже... Ну, видите, да, что я с фонарем, чтобы меня было лучше видно. Как лучше свет? Так вот? Ну, пусть будет так. Пофигу, наверное, уже. Уже устали? Жесть. В общем, прошло 3 часа. Сейчас я проверю температуру. Давайте посмотрим, что там у нас. Но тут у нас бомба, да? Это же бомба. Вот что у нас получилось. Вот такие ребрышки. Сейчас мы проверим температуру у них. Даже вот здесь вот я видел, косточки отходят. Вон, да, косточки отходят. Ну, ребра бомба. Вот у меня тут такой термометр. Не выбор, конечно. Проверим температуру. Внутри кусочка температуры. Должна быть где-то 82-85. Вот так вот. 81 градус. Ну, я думаю, что они готовы. В принципе, температура 80-85 должна быть готовых ребер. Но пока мы сейчас дойдем до той фольги. Вон до той. Она уже поднимется и будет классно. Но ребра готовы. Вот что у нас пока же осталось. Подставка сработала, как надо. И вот что осталось от углей. В принципе, тут еще часа, наверное, на два. Запросто можно. А теперь давайте посмотрим, что у нас тут с пастурмой. Пастурма у нас на холодном копчении была 4 часа. Плюс я еще подкинул два брикета, потому что мне показалось, что слишком холодно в камере. Но это была ошибкой, скорее всего. Давайте посмотрим, что через 4 часа с нашей пастурмой стало. Дым активно еще идет. Как видно, что осталось еще два кольца. Давайте одну сейчас возьму. Разрежем. Нужно, конечно, остудить и попробуем. Но остужать не будем. Ну что, в темноте давайте все дегустировать. Но ребрышко очень легко, ой, прям очень легко режется. А я вот за это возьму как раз и попробую. В темноте, слушай, по-моему, мы еще ни разу не готовили, да? Офигенно. Оно очень мягкое. Прям типец. Прям мясо с кости отходит. Вот, смотрите. Видно? Огонь. Мастер-тач премиум с кольцом, жаро-досекателем решает. Три часа, но, конечно, темно уже. Но ребра. Сейчас поедем домой. Что нас там ждет? Ну, ребра офигенные. Очень нравятся. Три ленты. Давайте посмотрим теперь пастурма. Что с пастурмой у нас? Пастурма. Ну, пастурма она такая всегда должна быть, да? Да. Готово. Но если есть время, можно больше четырех часов и замариновать побольше. И больше четырех часов ее делать. Потому что у нас еще здесь остался дым. И он хорошо шпарит. Очень хорошо. Но она готова. В темноте. В темноте, да не в обиде. Короче, ребята, всем готовьте. Вкусного вам вечера. Вкусного вам обеда. В тот момент, когда вы смотрите. Всего вам хорошего. Здоровья. Счастья. Не прощаемся. Увидимся на следующих выпусках. Всем пока.